Год назад сложно, не сложно, а невозможно было представить, что впереди отъем Крыма и кровавые бои в Донецке, в Луганске. Что сегодня, на ваш взгляд, может Путина остановить? Сила только. Военная сила, экономическая сила. Сила в данном случае, это, знаете, как в звездных войнах, да, да пребудет с вами сила. То есть, это не обязательно сила военная, хотя она тоже необходима. Это, на самом деле, восстановление, как бы, кредита доверия к силе свободного мира. Путин перестал их уважать. Ну, Обама, что там, в Сирии, там, линии всякие красные. А он интеллектуально все-таки выше лидеров европейских и американских, вам не кажется? Нет, ну, я думаю, все-таки тут вопрос сравнения. Обмельчали лидеры, нет? Нет, а что такое интеллект, в принципе? Я не думаю, что Путин интеллектуально сильно развит, в принципе. Ну, раньше Тэтчер была, раньше Коль была, раньше Миттеран был, тяжеловесый, правда? Я не думаю, что, если вы говорите про интеллект, но я думаю, что Обама с двумя высшими образованиями, как бы, я думаю, что интеллект все в порядке. И там, и у Кэмерона все в порядке. У них всех хорошее образование. Вопрос только, не в образовании, а в психологии. Вопрос в том, что Путин играет в политический покер, геополитический, и может блефовать. Для него нет проблем. У него психология, вот это, это поэтому, мне кажется, приводит нас в 30-е годы. У него во многом, вот это психология фюрера. То есть, он чувствует вот эту слабость, вот эту, неважно там, понятно, что Чемберлянд был на голову выше, а Гитлера в плане интеллекта. Конечно. Но в этих вот переговорном процессе постоянно ему проигрывал. То же самое можно видеть, Лавров Керри, например. Как, боже, на Керри просто становится стыдно вообще. Керри ошарашенный просто все время. Нет, вот идут переговоры, да, и Керри говорит, мы тут хотим как бы донести наших российских там партнеров, друзей, там это началище всего, что эти санкции, они не имеют персонального характера. Имеют персональный характер, ну что ты говоришь? То есть, вот он говорит ровно другое. То есть, на самом деле, мы не рассматриваем возможность посылки войск в Украину. Я, конечно, не рассматриваю, зачем ты об этом говоришь? Ну, кто в бизнесе говорит о том, что ты не будешь делать? Вот все переговоры Запада с Путиным, это что мы не будем делать? Ну, как так можно себя вести? Он перестал поэтому их уважать. Вот его агрессивная политика сегодня, и я думаю, что как бы она будет неизбежно развиваться дальше, это результат как бы вот потери всякого уважения к этим людям.